Слава Украине! Привет всем от Полонского! Я вам сейчас скажу одну, скажем так, цепочку событий, а выводы попытаемся сделать вместе, точнее может даже вы сами без меня. Смотрите, уже не первый день со стороны России летят такие вот разговоры о том, что о том, что вот убивают славян вот это причем пропагандоны начали с пропагандонов низшего звена, то есть прифронтовых военкоров и так далее. Так вот, сначала альтернативного типа, потом и официальных тоже, да. Вот славяне убивают славян, а все дело идет к переговорам а мы не достигнем мы не достигнем это они о себе пишут мы не достигнем тех целей, которые мы хотели а как же так, а мы до Киева не дойдем это катастрофа мы даже до Одессы не дойдем это ужасно мы даже Херсон не возьмем это ужасно и все в таком духе все идет к переговорам и вот как мантру повторяют это но поскольку это не официальные каналы и скажем так и канал ура патриотов как правило то можно было бы и пропустить между ушей-то ладно трендите но последнее развитие событий я уже о нем рассказывал о том, что вот обстрелы, которые идут сейчас по массовые обстрелы которые идут сейчас по нашим городам и селам они ну в меньшей степени затронули либо почти не затронули объекты энергетики как это было в прошлом году промышленные объекты как это было в прошлом году нефтебазы как это было в позапрошлом году помните, да? как нам выбили мы остались без солярки и так далее без топлива без бензина и так далее было же в 1922 году было потом без энергетики в 1923 год ну частично не полностью но вы помните какие огромные проблемы были сейчас нет сейчас тупо кошмарят гражданских с тем, чтобы гражданские давили на Зеленского ой, у нас все плохо значит требовать переговоров разговаривать с Путиным иди на переговоры это ж понятно почему кошмарят гражданских это очевидно другой причины нет и быть не может на фронте я ничего сделать не в состоянии вот ну и последнее последнее как говорится вот то, что говорил Соловьев Соловьев это официальный род Путина то есть сами понимаете ну или лица который выдает себе за него это официальный род Кремля этот вообще без бумажки слова не скажет и видите как он вывернул последний раз я еще я уже в предыдущем видео вывешивал его разговоры последний раз и вот сейчас еще раз посмотрите в описании к данному ролику вот там вот можете послушать буквально 30-40 секунд что-то такое ерунда но послушайте очень интересно он говорит что как же так славяне убивают славян это безобразие представляете от него такого после мы там бровь поднимем вот так потом Киев за 3 дня возьмем что они там еще хотели делать концерт Газманова на Крещатике донцификация демилитаризация биоизмененные комары голуби воробьи укронацисты все исчезло все исчезло ой славяне убивают славян сказал славянин Соловьев да вот ну он упускает там момент что на войне в основном убивали тувинцев башкиров бурятов ну ладно бог с ним которым кстати обидно было при этом при этих словах Соловьев вот но бог с ним речь не о том что там нюансы а речь о том общей направленности вы видите что общая направленность выдавить переговоры выдавить переговоры ну и наша мобилизация напротив она тоже похожа как знаете не может это и будет настоящая мобилизация я не хочу говорить у меня нет фактов но она мне выглядит тоже как как способ давления на переговорах уже с нашей стороны а мы сейчас призовем полмиллиона человек и вообще вас похороним все может быть то есть с их стороны нагнетается давление при этом знаете такое вот сползание к переговорам и с нашей стороны по-своему похожее давление с похожим сползанием оттуда не хочу утверждать что это так и есть но мысли определенные на мысли определенные наводят и еще один момент самый главный что сейчас ну просто там в кремле блогеры ну которые там около кремлевского пула очень сильно заговорили о возможных переговорах которые состоятся в давосе напомню сегодня зеленский в литве потом эстония латвия ну там короткие визиты дневные вот а потом давос потом давос международный экономический форум к которому сто тысяч миллионов вопросов сейчас не об этом многие говорят что там будут очень серьезные переговоры по миру как как некоторые выражаются я бы сказал по перемирию потому что мир невозможен в данных условиях вот ну ваше отношение к этому говорите сами я не буду ничего сейчас говорить с одной стороны конечно всем нужен мир никто с этим не спорит с другой стороны вот в этой ситуации когда у нас 20% страны оккупировано бандитами а с третьей стороны а кто воевать будет то есть тут понимаете тут тут тысяча вопросов тысяча ответов и каждый у каждого будет своя правда а вы пишите пишите кто что думает по этому поводу возможно ли это в принципе хоть какие-то переговоры в давосе сейчас с расистами и и будут ли какие-то результаты повангуйте даже интересно кто что напишет я ничего даже и говорить не буду я просто вот смотрю со стороны как бы вот на эту всю картину и она мне складывается особенно после сегодняшних вот этих вот выражений Соловьева да когда он сказал что вот это же Евро это же мы говорит сейчас все это делаем а Запад мол к восторгу Запада к удовольствию Запада потому что Запад доволен он снимает сливки он получает какой-то реванш за что реванш я таки не понял но не важно пока за Западу не за что реваншироваться да все с точностью да наоборот но это слова Соловьева еще раз говорю это официальный род Кремля он никогда ничего не скажет то что ему не разрешили наоборот он говорит только то что ему говорят говорить то есть это это не его инициатива говорить это инициатива Кремля и вот и думайте понимаете когда вдруг забыли про украинацистов и уже славяне появились вместо украинацистов и вообще ах плебс там схавает что угодно вчера были украинацисты сегодня скажут так это же славяне это же братья вы что как как можно было вообще такое боже мой это же нельзя это же невозможно я к чему вот эта война она может закончиться за не за один день а за один час вот помните как Советский Союз когда-то закончился все пошли спать в СССР никто вообще и ну ухом не рыло да совершенно никак просто да съели жареную картошку кто-то там выпил 50 грамм водки кто-то подрался с соседом и пошел спать ну утром с соседом там договорю может уже там мировую выпьем проснулись СССР нету вот так вот да было такое было иногда вещи бывают очень неожиданными и очень ну и такими внезапными скажем так вообще из ряда вон выходящими вот к чему я веду то есть я не хочу сказать что это именно так и может произойти но просто цепь событий которая складывается с их стороны и цепь событий которая складывается с нашей стороны могут подвести вот к различным результатам и что вы думаете по этому поводу и и по